Отлично. То есть из 30 ответивших у нас 72% финансисты-экономисты, 10 человек бизнес, 10 человек инженеры математики и 10 другие варианты HR, Public Management, Auditor. Ок, хорошо. То есть приблизительно так мы и представляли. Хорошо, тогда мы начнем презентацию. Никих сюрпризов от публики у нас нет, так что, пожалуй, начнем. Итак, сегодня мы поговорим, как же попасть в Balch Brackets. На фотографии это вид из офиса Goldman Sachs на 200 West, New York, это 21 этаж, это то, где было мое место, когда я работал в Нью-Йорке, и, собственно говоря, фотография оттуда. Для начала я хочу начать тоже с дисклеймера, потому что мне нужно сделать наш комплайенс счастливыми. Когда вы начнете работать в больших банках после этого вебинара, вы поймете, насколько это важно, чтобы комплайенс был счастливым. То, что вся эта презентация, весь этот вебинар основан исключительно на моем личном опыте. Это не связано с Goldman Sachs, то есть я выступаю как частное лицо. Никакие внутренние материалы не использовали. Все основано на моем опыте, наборах в Goldman Sachs, работах в Goldman Sachs и, собственно говоря, попадания в Goldman Sachs. Все, что я здесь скажу, это будет мое личное мнение и не мнение Goldman Sachs или любых его субсидиористов. Начну о себе. Этот в меру упитанный молодой человек я. Я учился в 2007-2010 году в университете Юта, где получил бакалавра компьютерной инженерии. Я в Goldman Sachs с 2011 года. Сначала я работал в Нью-Йорк-Сири, потом я перевелся в Солт-Лейк-Сири, и именно там я, собственно говоря, и получал свое образование. Я являюсь в Сосе с 2014 года. Также стоит отметить, что я начал в Goldman Sachs как First Year Analyst, то есть аналист первогодка. В июне 2015 года я закончил CFA Level 1. И в 2013 году я поступил на магистр финансов в том же университете Юта, в котором я получал своего бакалавра. И на данный момент я закончил в 2015 году, в декабре 2015 года. А на данный момент я работаю в Financial Engineering, то есть это количественная оценка различных рисков. В частности, моя работа, я работаю как с Investment Banking, так и с Trading, но никогда вместе с ними, потому что есть всегда в банках разграничения между инвестбанкирами и трейдерами, то есть я работаю либо на одних, либо на других, оцениваю количественные риски, работаю над сделками, помогаю создавать различные продукты, которые наиболее подходят нашим клиентам. Также я еще один мой коллега для нашего регионального офиса, в котором 2000 человек. Офис Soft Lake City на самом деле самый большой, самый быстро развивающийся офис Goldman Sachs в мире. Когда я начинал в 2011 году, у нас было 400 человек, сейчас у нас чуть больше 2000. И я еще один человек возглавляю Campus Recruiting, или по-русски это будет набор из университетов. В целом через нас в год проходит порядка 150 человек, которые мы нанимаем как практикантов, так и аналистов. Также я являюсь членом комитета по набору опытных сотрудников, на английском он звучит Lateral Hiring Committee. И таким образом мы нанимаем порядка 100 человек в год, уже те, которые опыт, с опытом. Итак, самый большой вопрос, почему мы здесь все собрались, это то, как попасть в крупный инвестиционный банк. Ответ довольно простой. Знать банк и знать себя. На этом, условно говоря, можно наш вебинар заканчивать, но, пожалуй, я все-таки уточню, что я имел в виду. Знать банк и знать себя. Что значит знать банк? И существует много определений, то, чем занимается инвестиционный банк, потому что, как вы можете представить, в Голом-Саксе работают 32 тысячи человек, все они делают различные задания. И как-то четко определить, что каждый из них делает, довольно-таки сложно. Но наиболее большое и всеобъемлющее понятие того, чем занимается инвестиционный банк, это соединяет людей с деньгами, с теми, кто в этих деньгах нуждается. Кто же является клиентами инвестиционных банков? Это могут быть корпорации, это могут быть производители, это могут быть другие финансовые институты, это могут быть госучреждения, как муниципальные, так и федерального значения государственного уровня, а также международные агентства, такие как МВФ или World Bank Group. И также являются частные лица. Для каждого банка есть определенное подразделение, кто может стать из частных лиц клиентами банка. В Голом-Саксе это люди, которые дают в управлении Голом-Сакса минимум 15 миллионов долларов, но в различных банках структура может чуть-чуть отличаться. Я знаю то, что для многих из вас это будет немного повторений, но я хочу, чтобы мы все имели понятие и структуру того, чем занимаются инвестиционные банки. И как они это обеспечивают. Итак, как же банки зарабатывают деньги? Вся работа банков, условно говоря, разделяется на три группы в зависимости от обязанностей. Это Front Office, в которой работают непосредственно с клиентами и зарабатывают деньги. Это Middle Office, которые не работают с клиентами напрямую, но помогают Front Office зарабатывать деньги и помогают в Day-to-day Activities. И также у нас существует Back Office, которые практически не работают с теми людьми, которые генерируют деньги, которые обычно не работают над структурированием различных сделок, а просто обеспечивают беспрерывную работу банка, бухучет и прочие операции банка. Во Front Office существует, я еще хочу сказать, что эта структура немного меняется от банка в банк, но в целом инвестиционная часть любого банка построена по такой же принципу. У нас есть Investment Banking, это наши инвестиционные банкиры, и в основном они разделяются на четыре группы. Это первые ребята, которые занимаются Stock Teams, то есть те, которые занимаются акциями, которые выпускают различные акции. Это IPO, Initial Public Offering, также существуют в Investment Banking и Debt Teams, которые создают Fixed Income. И также существует M&A, то есть Mergers and Acquisitions, слияние и поглощение группы в Investment Banking и также Distress Group. Что делает Distress Group? Они помогают выбраться компаниям из кризиса и либо продать компанию, либо просто выбраться из кризиса. Также у нас есть Securities, Securities также часто называют Trading, у нас там существуют три основные команды, это Equities, это наши обычные акции, которые торгуются на биржах. Это у нас так называемые FIC, Fixed Income Commodities and Currencies, это то есть облигации, валюта и торговля сырьем, и также Derivatives. И, наконец, третья крупная Revenue Division, это Investment Management. Investment Management все довольно просто, люди с деньгами дают деньги Голдману, чтобы у них было денег еще больше. Также у нас существуют немного гибридные департаменты, в основном все из них не покрывают лишь только один из офисов. Один из офисов, к примеру, у нас есть Research Department, в Голдмане он называется Global Investment Research, и что они делают? Они помогают с разработкой стратегий, в частности, долгосрочных стратегий, они анализируют и изучают макроэкономические параметры определенные рынки, регионы и непосредственно компании, это ваш обычный stock coverage. Также у нас существует немного выделяющиеся от всех подразделения, это Quants. Quants занимаются количественной оценкой рисков, они занимаются разработкой среднесрочных перспектив, они занимаются анализом даты с back-end, то есть кванты работают со всеми офисами, они работают также, при помощи квантов делаются различные алгоритмы на торговлю, и, соответственно, они как зарабатывают деньги, так и могут помогать либо Investment Banking, либо Securities, либо Investment Management зарабатывать больше денег. Потом у нас идет Operations, это департамент, который обеспечивает беспрерывную работу банка, они могут работать как в Middle Office, помогая либо трейдингу, либо Investment Banking с более рутинной работой, непосредственно работой на сделках, и также они могут быть в Back Office, обеспечивая, опять же, беспрерывную работу банков, но уже не связанную с производством денег. Также у нас есть Legal Department, это Compliance, которому я передавал привет в самом начале, они обеспечивают как юридическую поддержку Investment Banking and Securities, также они обеспечивают внутренний аудит, они обеспечивают контроль над работниками, и также они занимаются лоббизмом в политической сфере. Следующий департамент – это финансы, финансы занимаются работой с рисками, они занимаются планированием, также финансы входят в controllers, что называется в Goldman Sachs, это бухучет. И также у нас существует technology, technology обеспечивает работу систем, будь это Investment Banking, Securities или Investment Management для всех дивизионов, а в Goldman Sachs технологии на самом деле самый большой дивизион, то есть из 32 тысяч людей, которые работают на Goldman Sachs, более 10 тысяч человек работают в технологии. Итак, давайте рассмотрим, какие специальности обычно попадают в какие дивизионы. Начнем с математиков, компьютерной науки, инженеров. Это обычно люди, которые идут в securities, идут в technology и, конечно же, идут в кванты. То есть разработка алгоритмов для торговли, разработка стратегий для определенных деск, которые торгуют, и, конечно же, технология создания различных систем, которые обеспечивают преимущество чистой стратегии. С технологической точки зрения. Потом у нас финансисты, экономисты, бухгалтера, как можно догадаться, они практически занимают львиную долю тех дивизионов, которые не связаны с непосредственными технологией или юридической поддержкой. Они покрывают всех, то есть investment banking, security, investment management, research, operations and finance. Обычно набирают именно эти специальности. Бухгалтера конкретно чаще всего идут в research and finance, потому что им часто приходится разбираться с различными документами, с различными regulatory fillings и прочим. Потом у нас остаются юристы и политики. Юристы и политики идут как в investment banking, так и, конечно же, в legal. Например, глава Goldman Sachs, Ллойд Бланкфейн, он на самом деле по образованию юрист, но он попал в Goldman Sachs, на самом деле он был трейдером, но потом перешел в investment banking и сейчас возглавляет департамент. Юристов любят, потому что они умеют хорошо писать, они умеют привлекать клиентов, их также нанимают в investment banking, тоже касается политиков, как это идет в лоббизм, так и в investment banking для привлечения новых клиентов. И также у нас существуют ученые, очень много, хорошо, не очень много, довольно-таки крупный процент людей с докторскими степенями нанимаются как в global investment research, где они покрывают зону своей специальности, то есть другими словами, если у человека есть ученая степень в биологии, то он может покрывать биологическую компанию, может ее изучать, то же самое в investment banking. Если какая-то определенная команда работает над сделкой в биотехнологии, то желательно иметь человека, который в этой биотехнологии понимает, чтобы можно было оценивать сделку не только со стороны финансов, но и со стороны непосредственно оценки самой индустрии, самих продуктов. И наконец у нас остаются все остальные, все остальные идут в investment banking и operations. Если вы в очень хорошей школе и вы очень умный, вы идете в investment banking, если вы в не очень хорошей школе, или, например, если вы просто не хотите иметь образ жизни investment banking, вы идете в operations. Хороший пример – глава нашего investor relationship, который он партнер, и у него степень по архитектуре из колумбийского университета. Так что очень много людей, которые идут и с историей, и с английским, и часто они попадают как в investment banking, так и в operations, все зависит от того, как вы можете себя представить. Итак, я надеюсь, что я более или менее показал, что значит знать банк, это значит, чем занимает этот департамент, какие команды есть в этом департаменте и какие навыки требуются в целом. Теперь нам нужно знать себя. Это звучит, может быть, довольно-таки просто, тем не менее это один из самых важных параметров, которые многие люди, которые поступают на работу в инвестиционные банки, пропускают, они стремятся попасть в банк, но при этом не имеют достаточно понятия, кто они и чего они действительно хотят делать. Итак, начнем с того, что вам нравится делать. Почему это важно? Потому что, что вам нравится, это вам должно приносить драйв, это вы не просто, ой, мне это нравится, потому что это мне приносит много денег, работа на инвестиционных банках, в больших инвестиционных банках, всегда сопряжена с большим количеством стресса. Если вы не будете получать удовольствие от того, что вы делаете, вы просто перегорите, вы либо уволитесь, либо, не дай бог, застрелитесь, или застрелите кого-то. Так что не нужно, не нужно что-то делать, потому что вы просто хотите заработать много денег. Нужно найти то, что вам нравится, и уже работать в этом направлении. И вы, если будете делать то, что вам нравится, если будете хорошо работать, то вы рано или поздно заработаете очень много денег на том, что вам нравится. Также один из основных параметров, вы должны четко представлять, сколько часов вы хотите работать, и какой контроль над своей жизнью вы имеете. Потому что, если вы поступаете в investment banking, или в trading, или в investment management, то, особенно как аналист первогодка, первые два года вы, условно говоря, сдаете свою жизнь в аренду банку. Банк будет определять, естественно, вы всегда можете уволиться, но так или иначе, банк будет определять, как вы работаете, будет определять вашу личную жизнь, все будет подчинено вашей работе. То есть, я не говорю о том, что вы будете каждую неделю работать по 100 часов и не вылезать из банка, хотя некоторые недели бывают именно такими, некоторые чуть послабже, но что самый большой раздражающий фактор, когда-то анализ первогодка в этих divisions, которые я говорил, investment banking, trading, or investment management, это то, что вы теряете контроль над своей жизнью. Потому что, если определенная сделка проходит к вашему департаменту, то вам нужно работать прямо сейчас, прямо тут, приходится отменять различные семейные, со своими любимыми, события, приходится отменять мероприятия, и все более-менее подчиняется работе. Поэтому это очень важно, потому что нужно понимать, в какой департамент вы хотите идти, потому что во многих департаментах намного более легкое расписание, вы имеете контроль над своей жизнью, вы можете работать по различным направлениям и от этого получать удовольствие. Также вы должны понимать, чем вы хотите заниматься через 10 лет. Это, я понимаю, что это довольно-таки тяжело, но хотя бы иметь общее представление. Хотите ли вы быть большим корпоративным начальником? Хотите ли вы начать свое собственное дело? Хотите ли вы уже через 10 лет уйти в отпуск и заниматься благотворительностью? Просто представлять, что вам, опять же, нравится и чем вы хотите заниматься через 10 лет. Это, я понимаю, что в самом начале своей карьеры очень сложно это сделать, но тем не менее, иметь хотя бы хоть какое-то представление, в каком направлении вы движетесь. Также очень важно знать, какие у вас сильные стороны. В чем это начинается? Почему должны выбрать именно вас? То есть, когда банк приходит нанимать человека, понятно, что у нас обычно не один кандидат, а много кандидатов. Почему должны выбрать вас? Почему из всех людей, которые есть, должны выбрать вас? Чем вы лучше? Чем вы лучше человека, который так же учился, так же занимался? Вы должны понимать, что вас конкретно выделяет. И нужна конкретика. Если вы просто будете говорить, ну, я могу много работать, я буду работать на вас, возьмите меня, пожалуйста, я буду пропадать на работе. Это, как бы, это не конкретно. Все будут много работать, все хотят работать. Чем вы лучше? Что вы можете делать такое, что не может здесь сделать ваш конкурент на непосредственную позицию? И также очень важно знать, где ваши слабые стороны. Зная свои слабые стороны, вы можете как избегать этих слабых сторон, то есть не показывать себя с этой стороны, и также вы можете работать над этими слабыми сторонами. Нужно себя не жалеть, нужно быть критическими, нужно спрашивать тех людей, которые вам дадут честный ответ, где вы хороши, а где вы нет, и работать над теми вещами, которые вам кажутся недостаточными. Также хочется заметить одно из главных определений, в чем вы должны знать себя, вы должны все это уметь объяснять на английском. Даже если это не американский банк или не английский, все равно международное общение происходит на английском, поэтому английский у вас должен быть на очень и очень хорошем уровне. То есть вы можете себя абсолютно точно излагать, вы все более или менее понимаете, вы сможете по-деловому, профессионально разъясняться на английском языке. Итак, мы знаем банк, мы знаем, что делает банк, и теперь мы уже знаем, где мы хотим работать, почему мы хотим работать именно в этом департаменте, и почему должны выбрать вас. Итак, как же люди попадают в банк? Существует два основных потока, как люди попадают в банк. Первый – это набор из университетов. Выглядит приблизительно так. В конце сентября и в октябре происходит набор в класс интернов или летних практикантов. Это очень важно, потому что обычно класс летних практикантов имеет точно такой же размер, как класс аналистов. Если команда получает открытие аналиста через два года, то в этом году она получит открытие интернов. И обычно все эти insurance классы уже полностью заполняются к концу октября, начало ноября. Потом в июне начинается летняя практика. Опять же, в разных банках строится немного по-другому, но обычно в Goldman, в частности в США и в Англии, начинается в начале июня и практика идет до августа. И потом, после того, как практика заканчивается, вы работаете 10 недель, конечно, это оплачиваемо. У вас победительна та же самая ставка, что базовая ставка, как у и аналиста первогодки. Вы себя показываете, команда смотрит на вас, вы смотрите на команду. Если у вас интервью, это всего лишь несколько часов общения, то internship дает возможность вам понять банк в течение 10 недель и банк посмотреть на вас. И если вы все правильно делаете, если вы хорошо работаете, то где-то в начале сентября вы уже получаете offer for the full time. То есть вы получаете предложение на устраивание, на полную ставку, на работу уже в банке. И вы обычно класс аналистов начинается в середине июля. Также хочу заметить то, что еще одно преимущество того, что вы именно попадаете в класс insurance или new analyst, это в том, что каждый банк, каждый крупный больший бракет банк, он очень сильно вкладывает своих новых аналистов. К примеру, если вы попадаете в investment banking technology или global investment research, у вас существует двухлетняя программа, которую корпоративный университет обучает вас, постоянно какие-то мероприятия происходят, где вы можете улучшаться как профессионально, так и персонально. К примеру, для наших интернов, которые в этом году были в нашем офисе, было порядка 100 мероприятий, это было как и социальные мероприятия, где интерны могли узнать друг друга, так и были разговоры с senior management, также это были различные обучающие программы для того, чтобы подготовить интернов для работы в будущем. Вы, попадая молодым аналистам, вы учитесь очень и очень многому. У всех больших банков существуют потрясающие корпоративные университеты, которые делают все, чтобы вложить в вас как новых аналистов, как будущих работников банка. Также хочу заметить то, что есть, если вы хотите интерны не соответствуют каким-то параметрам, и то место аналиста становится открытым, но набор в класс аналистов, во-первых, в класс аналистов попасть сложнее, а во-вторых, набор происходит в тот же самый октябрь-ноябрь, это так и называемый класс system. То есть банки, чтобы облегчить обучение различных департаментов, обычно начинают в один и тот же момент. Итак, второй поток – это идет набор опытных работников. Четыре основные вещи, связанные с ними. Первое – это то, что у вас должен быть опыт смежной области. То есть, если, когда вы идете в университет, когда вы приходите из университета, люди не совсем ожидают, что у вас есть какой-то практический опыт, особенно когда вы идете как insurance. То есть у вас ожидают, да, у вас есть хорошие отметки, да, вы хорошо учитесь, да, вы заинтересованы в финансах, но никто от вас не ожидает солидного опыта. Было бы глупо ожидать от человека, который поучился в университете три года, 20-летнего опыта работы в investment banking и желательно на executive position. В то время как идет набор опытных работников, и этот опыт может быть от одного года обычно, это вам нужен опыт смежной области, будь это трейдинг, будь это какая-то технология, или будь это смежные специальности, похожие на того, что вы будете делать в банке. Конечно же, основные места, откуда такие люди приходят, это другие банки, другие крупные банки, другие мелкие банки, big four, то есть наши замечательные аудиторские компании, и big three, в частности big three я подразумеваю здесь, это consulting, McKinsey-Bain, McKinsey-Bain национальными лидерами в области. К примеру, если определенный ДЭСК ищет, чтобы торговать нефтью в России, то есть брать российскую нефть и продавать. Если вы работаете в Роснефти, и вы знаете, что такое нефть, вы знаете, как она производится, то у вас есть очень хороший шанс попасть именно в ту команду, которая занимается продажей нефти. И чаще всего такие вакансии размещаются на сайте, в случае gomosax.js.com careers. В основном 98 всех позиций, которые требуют опытных работников, появляются так. Есть несколько исключений, когда такие позиции очень быстро закрываются по внутренним каналам, когда кто-то кого-то посоветует, но это уже, так скажем, out of your reach, это не в вашей доступности. Но, так или иначе, постоянно размещаются вакансии, вы можете их отслеживать и смотреть, подавать. Если у вас есть хороший опыт, вас позовут. Давайте тогда пойдем вперед, надеюсь, никаких вопросов нет. Итак, какая же цель? Цель заключается довольно простая, попасть на интервью. Обычно это самое сложное, с чем сталкиваются люди, это то, как попасть на интервью. Я покажу, так сказать, самый легкий способ с поправками, но самый легкий способ того, как попасть в один из таких университетов. Ой, извините, в один из таких банков. В основном банки всегда приходят на information sessions в определенные университеты. То есть определенные люди из банка приходят в университет, обычно это топовый университет в вашем регионе, и рассказывают, чем они занимаются, когда они нанимают, приблизительно делают то же самое, что я сейчас делаю здесь. Они могут это говорить про какие-то сделки на рынке, рассказывать, чем занимается Goldman, куда мы движемся, но так или иначе они приходят в университеты и себя презентуют. В США обычно большие revenue making divisions приходят в лучшие школы, это Ivy League, это будет ваша top tier business school. В России с этим немножко попроще, потому что многие такие ивенты публикуются в ВКонтакте, публикуются в социальных сетях, и вы можете просто про них узнать и прийти. Это будет полезно как для людей, которые не учатся в таких университетах, конечно, как те люди, которые учатся в этих университетах, но в том числе и опытные работники. Все равно прийти, посмотреть, послушать и получить так называемый FaceTime, это абсолютно важно для того, чтобы попасть в большие банки. Также я бы хотел посоветовать, как вы могли, думаю, понять на предыдущем слайде, что если вы хотите попасть как новый аналист в конце своего обучения, то есть там пятый, шестой курс, то вам уже нужно попадать в класс Insurance после четвертого курса, чтобы после пятого вам дали полную позицию, соответственно, нужно начинать за два года до выпуска. Также я хотел бы посоветовать, если вы учитесь в университете, в который большие банки приходят всегда, или вы можете приходить на эти сессии, начните как можно раньше, начните с самого первого года, даже если вас не наймут, вы все равно получите хорошее представление, что это за люди, как они выглядят, как они говорят и что они ожидают. Чем раньше вы начнете постраивать свою так называемую на английском network, то есть чем раньше вы начнете постраивать свои связи, тем лучше будет для вас. Это первый шаг. Просто узнать, где это проходит и как туда попасть. Потом нам всем нужно сделать домашнее задание по поводу того, и я поговорю про это чуть позже. Третий шаг, конечно же, попасть на саму information session, сидеть с очень умным видом, внимать всему, что говорят люди, которые пришли, и что-то узнавать новое для себя. Четвертый шаг – это поговорить с человеком из банка, произвести впечатление и дать свое потрясающее резюме. Итак, как же мы это можем сделать? Для начала мы сделаем домашнее задание. Как я уже говорил в самом начале, нам нужно знать банк, нам нужно знать, чем он занимается. Пожалуйста, досконально изучите сайт, потому что очень часто бывают ситуации, которые многим в банках не нравятся, когда человек подходит, «О, да, я хочу на вас работать, вы такое крутое имя, вы самый успешный банк, но при этом ничего кроме этого человек не знает, очень много информации находится на сайтах банков, вы можете посмотреть, какие департаменты есть, изучите не в моем косноязычном исполнении, а прочитать, чем каждый департамент занимается, посмотреть видео, посмотреть свои последние сделки. Если вы действительно хотите заморочиться, и вы являетесь студентом, или вы молодой профессионал, скачаете наш годовой отчет или любого другого банка, и просто его прочитаете. Я знаю, это большая вещь, это 150 страниц, но тем не менее, это вам даст очень хорошее представление, как банк функционирует. Если вы что-то не понимаете по мере того, как вы читаете, вы можете это изучить, и поэтому вы сможете очень хорошо понимать, чем каждый банк занимается, какие есть команды, какие крупные сделки были, какие тренды на рынке происходят. Можно посмотреть BluomarTV, можно посмотреть различные бизнес-каналы, на которые приходит senior management и говорит, можно посмотреть различные интервью. Так или иначе, вы должны хорошо быть очень хорошо знакомыми с банком, потому что, когда человек очень хочет попасть в банк, но задает такие вопросы, которые есть на сайте, это выглядит не очень хорошо. Когда ты просто говоришь человеку, it's on our website, please read, это не самое лучшее начало conversation. По-моему, здесь я уже все покажу. Ну, естественно, нужно изучить тренды на рынке, что происходит, как определенный банк в этом связан, какие есть мнения, как я уже и говорил. Итак, следующий шаг, это вы уже попали на информацию сэшн, вы сделали свое домашнее задание, вы прослушали, что говорили, теперь вам нужно подойти и поговорить с человеком из банка. Для начала вам нужно вспомнить все, что вы запомнили. Вам нужно похвалить компанию, вы можете сказать, о, вот вы знаете, я прочитал ваш годовой отчет, и мне очень понравилось, как вы сделали Twitter IPO, или как вы сделали Apple debt underwriting. It was a great idea of saving a lot of tax money to Apple. То есть нужно каким-то образом связать с трендами на рынке, связать непосредственно тем, что происходило недавно, сказать то, что не просто, о, you're Goldman Sachs, you're awesome, I want to work for you. Нужно просто сказать то, что мне очень понравилось, как Goldman Sachs или JP Morgan сделал ABC, и рассказать немного о себе, то есть сказать, окей, если мне что-то, мне вот это понравилось, я это тоже изучал, и я вот полностью с вами согласен, немножко похвалить, но дело, тут стоит заметить, то, что дело не в том, чтобы подлизаться, да, то есть не в том, чтобы просто льстить, дело в том, чтобы показать, что вы не просто хотите работать в этом банке, потому что мы хорошо платим, а потому что вы его изучили, вы знаете, что происходит на рынке, и вы знаете, почему вы считаете, что именно эта компания хороша. То есть вы не просто подматываетесь, вы выражаете свою educated opinion, вы говорите, что у вас есть, и как, что вы понимаете, и кто вы есть, и как это связывается с тем, что делает банк непосредственно. Итак, пятый шаг, нам нужно произвести впечатление. Во-первых, будьте уверены, многие, многие те, которые поступают, они являются неуверенными, они нервничают, будьте уверенными. Если вы хорошо знаете банк и хорошо знаете себя, вы знаете свои сильные стороны, вы знаете свои слабые стороны, вы знаете, на что вам рассчитывать и почему вы действительно хороши, вы должны быть уверены. Уверенность обычно возникает там, когда вы не знаете, что делать. Если вы точно знаете, кто вы есть и чего вы хотите, неуверенность не будет. Если у вас по-прежнему есть какие-то проблемы, например, говорить на английском, Если ваш человек, о котором вы говорите, на англоязычный, записывайте себя на видео, говорите свою речь, что вы хотите сказать, смотрите, слушайте советы, пытайтесь улучшаться сами. То есть будьте уверены. Второе, очень важно, это выглядеть как банкир. Что под этим подразумевается? Человек делает вывод о другом человеке буквально в меньше, чем за секунду. И, конечно же, до того, как вы открыли рот, человек на вас посмотрит. Если вы должны выглядеть опрятно, вы должны выглядеть как банкир. Что под этим подразумевается? Это может быть как бизнес-скяжел, так и непосредственно, как одеваются банкиры, это то есть костюм. У вас может быть галстук, у вас может быть нет галстука, но вы должны выглядеть опрятно, вы должны, так сказать, вписываться в эту среду. У очень-очень многих людей, особенно у мужчин, в инвестбанкинге и в других, кто работает в больших банках, есть небольшой фетиш по поводу ботинок, поэтому постарайтесь, чтобы ваши ботинки были кристально чисто начищены. Это один из таких вещей. Иногда люди думают, ну, если у него нет времени начистить ботинки, то у него не будет времени нормально на нас работать. Я согласен, это абсолютно такое снобистское высказание, но тем не менее, люди даже где-то подсознательно делают вывод о том, как вы выглядите. Они делают вывод о том, какое у вас рукопожатие. Рукопожатие должно быть крепкое, сильное, хорошее. Еще один момент, который хочется сказать. В различных банках существует различная корпоративная структура. Структура и то, как люди обращаются друг к другу внутри банка. Американские банки исторически работают на first name basis, то есть все друг к другу обращаются по имени. Если это какой-то американец или человек, который долго, или человек, который работает в иностранном банке, это абсолютно нормально обратиться к нему по имени. В азиатских, европейских банках и русских банках это, конечно, немного по-другому. И, конечно, лучше обращаться либо по имени-отчеству, либо к какой-то другой, более уважительный предлог, такой как господин кто-то, к примеру. Опять же, именно поэтому важно начинать ходить на information session как можно раньше, чтобы понять, что это выглядит, как люди себя ведут, и чтобы более-менее сильнее вписаться в группу, которая пришла, и чтобы вы именно понравились где-то даже на подсознательном уровне. И последнее, будьте краткими. Вы знаете, что вы хотите, вы знаете, кто вы есть. Будьте краткими, изложите это в логической форме, чем быстрее, тем лучше, потому что обычно таких людей довольно-таки много и действительно иногда раздражает, когда с тобой хотят поговорить 10 человек, и кто-то с вами начинает разговаривать в течение 20 минут, и остальные люди уходят. Это очень сильно раздражающий фактор для того человека, который приходит, условно говоря, в университет. Итак, последний шанс, если вы всем понравились и вы произвели должное впечатление, вы можете попросить как визитку, так и дать свое резюме. Вас все равно, скорее всего, попросят подать, если вы всем понравились, подать на сайте компании, но иметь непосредственную копию своего резюме крайне желательно, потому что если вы понравились, человек может ее взять, поставить пометку, и потом уже, когда мы проходим через кипу резюме, которое мы получаем, мы можем связать ваше имя и то, кого мы видели, с вашим резюме. Это очень важно, как я говорил, у нас очень много резюме, когда у нас идет recruiting season from campuses, мы где-то за неделю проходим порядка нескольких тысяч резюме. Естественно, запомнить того человека, с которым мы говорили чисто по имени практически невозможно. Но если у нас есть своя копия, мы сделаем небольшие пометочки, и потом уже даже мы сможем отдельно, о, вот этот парень или вот эта девушка хорошая, этот парень или эта девушка хорошая, и поэтому вы получаете comparative edge. Я извиняюсь, я хотел еще кое-что сказать по поводу выглядеть как банкир. Есть еще несколько параметров, это то, что у мужчин вы либо должны быть чисто выбритыми, либо ваша борода должна быть хорошая, хипстерская, ухоженная, с маслами. Желательно все-таки быть бритыми, но тем не менее постепенно фокус смещается, и опрятная растительность на лице также подходит для больших банков. Но все равно желательно быть чисто выбритыми. Также татуировки, я часто получаю вопрос, как вы относитесь к татуировкам. Абсолютно ничего страшного, если у вас есть татуировка, если ее не видно из-под одежды. То есть для мужчин это предплечье, потому что вы часто будете заворачивать свою рубашку, чтобы на предплечье не было никаких определенных татуировок, и естественно не выглядывало на шее, и не было, конечно же, ничего на лице. Это не то, что какие-то люди снобы, и они не любят татуировки. Дело в том, что многие клиенты, клиенты бывают разные, и если вас ставить перед какими-то людьми более старшего возраста, или с какими-то определенными, из определенной культурной среды, это может вызвать определенное отторжение, и для вас это будет крайне неудачный способ. Поэтому если у вас есть какие-то татуировки, старайтесь их скрывать. И, наконец, наши прекрасные дамы, выглядите профессионально. То есть, опять же, если у вас есть какие-то татуировки, у вас есть какое-то платье, будьте очень аккуратны, выбирая это платье, старайтесь выглядеть профессионально, потому что, к сожалению, банки – это в основном мужской бизнес, очень много мужчин, и в основном приходят мужчины, и чтобы про вас думали не просто как про красивую девушку, а как про профессионала. И так мы все знаем, что наши русские девушки самые красивые, но, тем не менее, чтобы все оценят вашу красоту, но одевайтесь скромно, одевайтесь профессионально. Итак, цель теперь – иметь потрясающее резюме и пройти интервью. Эти топики занимают довольно-таки долгое время, это требует индивидуальной работы, и мы в ССИТе Финансе будем создавать вебинары, в котором мы предоставим индивидуальный подход, индивидуальный разбор резюме, индивидуальная правка резюме, индивидуальный разбор интервью, как проходить, какие вопросы, что ищут различные компании, которые нанимают, и мы это все будем объяснять в наших следующих вебинарах. И спасибо! Окей! Ну, мы сейчас придем к вопросам, как мы говорили, мы получили довольно-таки много вопросов, поэтому мы их разберем сейчас. Как разобраться с структурой? Вы просто идете на сайт, смотрите, разбираетесь и получаете информацию. Так. Глаз, а чем отличается набор на уровень Associate MBA Level? Есть ли у тебя опыт отбора кандидатов на этом уровне? На самом деле, ничем особенно не отличается, в том плане только то, что если вы поступаете на летнюю практику, если вы идете с Bachelor, то как, если вы идете с бакалавром, то вы идете уже как Summer Analyst, да, а если вы идете с каким-то более прогрессивным ученым степенем, таким как MBA или в моем случае MSF, то вас уже идут как Summer Associate и вас уже набирают не в класс аналистов, а в Associate. Но тем не менее, то же самое принимается, как и Associates, так и Analyst. У них есть свои классы, у них есть своя работа, просто на более высоком уровне. Где вы видите вопросы, я вижу, где вы напечатали, там я, собственно говоря, и вижу вопросы. Да, именно в чат. Ладно, давайте мне тут заранее прислали вопросы, у нас есть еще 15 минут. Я сейчас разберу, что у нас здесь было, и отвечу на некоторые вопросы. Так. Так, какая, например, один из первых вопросов, много, это, насколько реально получить работу либо в Америке, либо в Лондоне, либо еще где-то. Ну, начнем с того, то, что, если вы, например, закончите исключительно российский вуз, или какой-то вуз, там, я английский. Если, так, вот, извините, секундочку, у меня тут идут остальные вопросы. Сейчас я, сейчас я, вот тут, собственно говоря, идут вопросы, на которые отвечаю. Если вы хотите попасть, например, в США или в Лондон, или в какой-то другой офис, вы должны сами себе задать вопрос. Почему должны, как я говорю, почему должны выбрать именно вас? В том же самом Лондоне, в том же самом США очень много чижиков, которые учились в местных университетах, у которых тоже CFA, у которых тоже, которые тоже очень хорошо говорят, которые все замечательные, почему должны выбрать именно вас? Если вы считаете, то, что у вас действительно есть что-то такое, что вас реально отделяет от всех других, то, конечно, почему нет? Вы, конечно же, всегда можете попробовать, но не забывайте, потому что, как я говорю, людей очень много, и почему должны выбрать именно вас? Другие вопросы также много есть. Ну, мне вот этот вопрос понравился. I want to work for Goldman Sachs. Это должен быть вопрос, но что я могу ответить? Окей, good, good for you. Потом очень много вопросов по резюме. Какое считается резюме, оно более оптимальное, стоит отдаваться в детали. Как я говорил, мы будем делать… Это очень большой топик, то есть составление хорошего резюме – это не один день, поэтому у нас будет определенный вебинар, который направлен именно на составление этого резюме. Потом есть очень много вопросов по поводу CFA. В частности, даже у меня то что-то спросили, мол, нафига ты сдавал CFA, если у тебя есть Master of Finance. Ну, не знаю, чем с того, что CFA в любом случае он не помешает. То есть какие-то… не сказать, что все банки и банкиры этот CFA требуют, но если у вас есть это наличие, это очень хороший показатель, это значит, что у вас есть минимальный уровень понятия финансов. Ну, опять же, минимально это с поправками, то есть на самом деле это очень сложный экзамен, все это понимают, это просто говорят, что вы хорошо разбираетесь в финансах. Это вот по поводу CFA, любой уровень. Почему я взял CFA, хотя у меня есть магистры финансов, магистры финансов на самом деле более обширные дают знания, это издания по M&A, это и soft skills, это не только финансы, которые есть в CFA, но просто CFA – отличный способ упорядочить свои знания, бумаги, которые есть, книги, которые есть, очень хорошее пособие просто для повторения этих знаний и приведения их в хорошее положение. Так, то же самое, если в моей стране проживания нет интересующей оппозиции, я уже на это ответил, то, что нужно просто трезво оценить, почему должны взять именно вас. Также есть вопрос, что много вопросов, исключая, что важнее – опыт, работы, какие-то личные качества или выдающиеся знания, и также влияют ли оценки на шанс попадания в банк. Да, конечно же, когда вы только выходите из университета и вас, например, нанимают как самоаналист, то одно из основных вещей, на которые ты смотришь – это то оценки, насколько человек может сидеть, насколько человек может заниматься. Конечно же, оценки влияют. При этом, если у человека могут быть не самые лучшие отметки, но он может при этом заниматься чем-то еще, и что может, на самом деле, оправдать его не самые высокие отметки. К примеру, когда я плавал, ой, извините, когда я учился на бакалавре, я плавал за команду университетскую, и так это занимало очень много времени, у меня были не самые потрясающие отметки, но тем не менее, я это писался на резюме, я это всегда говорил, и учитывая, что я в Глобмане, наверное, это не так сильно на меня повлияло. Все-таки главное – знать, чего вы хотите, знать, кто вы есть, и ваши сильные и слабые стороны. А потом, говорят ли, очень много идет задача по поводу… Очень много вопросов идет по поводу, нет ли какой-то… Сейчас, секундочку. Вот этот вопрос, здравствуйте. Есть ли этноцентризм и белое лобби в банке, а также есть ли неохота работодателей масштаба Goldman Sachs нанимать людей из России или бывшего СССР? Довольно-таки много таких вопросов. По поводу этноцентризма. Большинство банков очень сильно работают на diversity, то есть это какие-то сексуальные меньшинства, это различные расы, это различные… Большие женщины, но тем не менее, все равно в больших университетах, особенно в США, если вы учитесь в top-tier university, это значит, либо вы очень-очень умный, которых меньше в процентном соотношении, либо вы очень-очень богатый. Исторически так сложилось, то что в США обычно богатые – это белые, это WASPs, то есть White, White, Anglo-Saxon, Plutistants. И да, по-прежнему большинство работников являются белыми мужчинами, но это со временем меняется, и, конечно же, это не является каким-то ограничащим фактором. Да, даже наоборот. Если вы, например, прекрасно даете поступить, то это очень-очень полезно. Так, что у нас тут? Вот хороший вопрос. How to leverage your non-financial experience and still get an internship? Как я говорил, то, что не стоит зацикливаться на investment banking, не стоит зацикливаться на трейдинге, не стоит зацикливаться на investment management. Прекрасная черная дама. Ну да, еще желательно традиционной социальной ориентации, тогда вообще все хорошо. То есть, как вы можете попасть в... Так, сейчас, секунду, я меня сбило немного. Как вы можете попасть на какие-то позиции, если у вас нет какого-то особенного финансового уровня, опыта? Нужно, нужно, как бы, понимать компанию. То есть, для того, чтобы изучить сайт компании и понять, чем она занимается, не обязательно иметь какую-то там ученую степень в экономике, в бухучете или еще чем-то. Достаточно просто хотеть решать те задачи, которые решает банк. И на это стоит упираться. Очень много людей, которые мы нанимаем как в планты, так и в технологии, так и в трейдинг, они вообще являются там, к примеру, разработчиками ракет или компьютерные инженеры, как ваш покорный слуга. Просто нужно сказать, что да, я готов учиться, у меня вот есть этот и этот проект, я вот это и это делал, я знаю, что вы делаете то же самое, я хочу работать на вас, потому что вы занимаетесь вот этими замечательными вещами, я про это читал, и я так этим загорелся, все, я хочу этим заниматься. По поводу зарплат, очень много вопросов по поводу зарплат. По поводу зарплат. Я на самом деле, во-первых, я не могу это сказать чисто под умение, я за того, что я занимаюсь рекрутингом, я подписал бумажку, и вообще мы все расписываем бумажки, потому что мы не имеем права разглашать наши зарплаты, и более того, даже если я вам сказал, это зависит от офиса, от офиса, это варьируется от офиса к офису, и также это варьируется от года к году, и также различного по департаменту. Очень много вопросов, опять же, извините, что я, скорее всего, не совсем четко ответил, какие знания, что важнее, опыт работы, личное качество или знания, также каким образом можно себя выделить среди кандидатов. Вот, то есть, именно насколько важна строчка работы молодому выпускнику. Это все как бы вместе, я еще раз скажу, нет какого-то универсального способа, вот если вот ты вот столько-то отучился, ты столько-то сделал, тогда у тебя точно наймут. Условно говоря, мы все люди, мы все нанимаем людей, которые нам, а, нравится, и, б, которые подходят нам по позиции. Что мы смотрим? Это чтобы люди были умны, чтобы они показывали настоящую тягу к тому, что мы делаем, то есть, они были passionate about what we do, и они знали, чем мы занимаемся, и мы могли это все списать. Все остальное уже второстепенно, при этом понятно, то, что если вы молодой специалист, опять же, если вы только, либо вы еще в университете, либо вы выпускаетесь из университета, никто от вас не ожидает какого-то дикого опыта работы. Но, тем не менее, если вы попадете на internship, либо в какие-то крупные компании, либо непосредственно в сам банк, это намного сильно увеличивает ваши шансы. При всем при этом, я должен сказать, то, что каким бы умным вы не были, каким бы вы распрекрасным, опытным профессионалом вы не были, если вы не впишетесь в команду, то вас, скорее всего, не возьмут, потому что считается, что команда важнее определенного человека. Если вы абсолютно не впишетесь в команду, то вы не будете настолько продуктивными, насколько вы можете быть, поэтому личные качества также очень важны. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Также очень много спрашивают, насколько важно, что у вас есть обучение за границей, в каких-то различных школах, какие есть различные школы и помогает ли это в поступлении в большие банки. Короткий ответ – да, это в целом помогает. Обычно в какой стране вы проводитесь, и даже не обязательно, если вы даже поступаете в какой-то другой стране, международный опыт в одной из лучших школ, конечно же, увеличивает ваши шансы на поступление в большие банки. Как я уже говорил, многие банки приходят лишь только в лучшие школы. Если вы учите в одной из этих лучших школ, то у вас есть возможность именно leverage the alumni network, leverage те людей, которые приходят, и просто себя хорошо зарекомендовать. И в любом случае, это очень хороший подход для того, чтобы попасть в какую-то другую страну и учиться немного по-другому. Еще спрашивают, очень много спрашивают, какие книги почитать, какие мои любимые книги. Так, тут написано, так, сейчас. Что можно сказать по поводу книг? Ну, это на самом деле сложно сказать. Опять же, возвращаясь к вопросу о том, где вы считаете ваши сильные стороны, ваши слабые стороны. Если у вас есть какие-то слабые стороны, которые вы хотите улучшить, для того, чтобы это сделать, вам нужно читать какие-то книги, и я бы советовал выбирать конкретно из этого. Потому что каких-то определенных книг универсальных нет. Мне лично очень нравится Майкл Льюис, то, что все, что связано с его с его работой в плане финансов, очень хорошо, мне нравится. Потом еще очень много вопросов задают там, а что вы считаете по поводу России и Саудовской Аравии, будет ли какой прогноз Голман Сакса на Россию, и так далее, и так далее. Несколько вещей. Во-первых, я не могу говорить от имени Голман Сакса и какое отношение банка к экономике, но банк никуда не уходит. По-прежнему это один из самых больших рынков. По поводу каких-то конкретных вопросов, я говорю, я во-первых, не могу ответить, а во-вторых, как это можно повернуть. Если у вас есть какие-то вопросы, и вы, например, идете к банкиру, который приходит к вам в университет, вы можете сказать, «Ой, вы знаете, я вот там прочитал то-то, то-то, что говорил ваш, то-то, то-то, я вот не считаю, или я считаю». Это тоже хорошее начало разговора. В России все зависит от конкретной позиции. Я считаю то, что золотой страны нет, везде есть свои проблемы, где-то они больше, где-то они меньше. Что сейчас меня главное держит, это, конечно же, работа и возможность позиции. К сожалению, сейчас в России небольшая напряженка в моей, так сказать, профессиональной сфере, но тем не менее, если появится какое-то интересное предложение, я всегда открыт для переезда в свою родную страну. Потому что я уже живу здесь 11 лет и достаточно изучил и эту систему, и другую. Последний вопрос, хочу, наверное, последние два вопроса. На какую специальность лучше всего идти людям с техническим бэкграундом? Как я уже говорил, это технологии, это кванты, это трейдинг. Главное, чтобы вы понимали, чем вы занимаетесь, какими проблемами мы решаем. Мы решаем очень интересные технические проблемы, мы одни из самых больших cloud computing firms. Это тоже очень важно. Просто достаточно знать, чем мы занимаемся и стараться туда попасть. И один последний вопрос. Имеет ли значение гражданство при рассмотрении вашего резюме? На самом деле нет, потому что у любой большой компании существует огромный штат миграционных сотрудников, которые всем этим занимаются. Ладно, это уже мы с вами говорим ровно час, как мы и говорили, я не хочу никого больше задержаться. Поэтому, пожалуй, мы завершим. Ладно, хорошо, я отвечу на последний вопрос, кто поступил. Вопрос следующий. Если технические вещи мне не нравятся, делать модели в Excel и т.д. Если нравится сфера развития бизнеса, общение с людьми в investment banking подходит. А сфера развития бизнеса, конечно, хорошо, но если вам не совсем нравится делать модели в Excel, то в investment banking вам, скорее всего, не нужно идти. Потому что там очень особенно, если вы анализ первогодка, то, условно говоря, Excel – ваше все. Поэтому, если вам нравится сфера развития бизнеса, то вы можете начать в финансах, к примеру, или вы можете начать в research, тоже очень важно. Там все равно везде, вам везде придется делать Excel, но чуть меньше, чем в investment banking. Все. Я думаю, спасибо, всем спасибо, всем спокойной ночи, удачной рабочей. И так, мы еще не учимся, так что удачной недели. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok